Радио Болтком Голова предмет темный, исследованию не подлежит А мы попробуем Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов Исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности По понедельникам, когда нам особенно тяжело В 16 часов Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа Диагноз недели И тебя вылечат И тебя тоже вылечат Доброе утро или добрый уже, наверное, день, дорогие слушатели Начинается программа Диагноз недели Телефоны прямого эфира 6-7-212-93-9-6-7-213-93-9 Также можно писать нам в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1 И сегодня, как всегда, с нами врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов Добрый день Здравствуйте Да, сегодня поговорим на тему Вот часто бывает Мы испытываем какой-то Как, по-моему, еще Сократ говорит Я знаю, что я ничего не знаю Какое-то вот Некоторые сомнения в своей компетенции В своих каких-то Решениях, мыслях И, в принципе, вот это какая-то неуверенность Есть люди, которые ухитряются говорить Даже вот на радио Очень, если не знаешь, что говорить Говорили, что любую чушь Но говори уверенно иногда Говорят так вот И не будет никаких вопросов Есть же люди, которые Даже зная, будучи 100% уверенными В своей правоте Тем не менее, в общем-то Оставляют какой-то процент Может быть в том, что А вдруг я действительно могу ошибаться Кто я такой Чтобы вот быть Господь Бог же В конце концов Чтобы 100% быть уверенным В себе и в справедливости своих слов Сегодняшняя тема Просто я подвожу к тому Неуверенность в себе Как недостаток и достоинство Я думаю, что, конечно, недостаток Все понимают Неуверенность в себе Наверное, ну Любой человек Который должен отстаивать Своё мнение в коллективе Выступает с презентациями Очень важно Быть уверенным в себе Это Ну Большая часть успеха Именно, наверное В этом и заключается Я бы на самом деле Не совсем С вами согласился Потому что Как вы сам ответили Можно С уверенным видом Нести всякую чушь И выглядеть Притом крайне нелепо Я не знаю Сталкивались ли вы Я много раз видел людей Которые С уверенным видом Говорят абсолютно Галимати Что-то Галимати От него Субъективные впечатления Это проверяемо По любым источникам Но при этом Люди говорят Это крайне уверенно Категорично И выглядят при этом Ну Очень неловко Поэтому я думаю Что уверенность в себе Давайте раз Начали неуверенность Мы поговорим И об уверенности Уверенность в себе Это не о том Что быть Всегда Стопроцентно Уверенным В то Что ты говоришь Потому что Тогда ты Или Молчишь И говоришь Заверненький Редко Или ты говоришь На какие-нибудь Узкопрофессиональные Темы Где это все Может быть проверено И доказано С помощью Источника Допустим Или уверенность В себе Все-таки Не о том Что я Стопроцентно Уверен в успехе Любой Своей речи Любого Своего начинания Мне кажется Уверенность в себе Скорее о том Что я готов К тому Что я могу Потерпеть Какую-то неудачу Что я могу Быть неправым Но это Меня не Разрушает Это меня Не делает Виноватым От этого Я не начинаю Краснеть Мямлить Запинаться И вообще Замолкать То есть Мне кажется Уверенность в себе Это уверенность В том Что я могу Справиться С последствиями Своих ошибок И что я имею Право на ошибки Это Идеальная Картинка Я всегда Прав И абсолютно Уверен в себе Она Настолько Идеальна Сколько И нереалистична Вот если Мы представим Себе Кто у нас Обычно Из кино Допустим Или из книг Что это за образ Абсолютно уверенного Си человека Как правило Я сразу могу Сказать Это наверное Персонаж Любимый Герой Аркадия Райкина Вот такой Чиновник Который Абсолютно Наслаждается Упивается Своей властью И при этом Убежден Что все Должны выполнять Его беспрекословно Указания Для меня Скорее Это Герои Различных Боевиков Супермены Мачо И так далее Потому что Ну Защищенность Чиновника Она очень хрупкая Вот он сегодня Чиновник И его Статус Его защищает А завтра Он уже не чиновник И абсолютно Беззащитен То есть Когда человек Защищен Своим статусом Не совсем Уверенность В себе Это Может быть Уверенность В какой-нибудь Безнаказанности Но это Не равно Уверенности В себе А так Обычно Кто Ну Герои Клинта Иств Да Или еще Кто-нибудь Суровые Мужики Которые Легко Стреляют Сокрушают Челюсти Которые Категоричные Немногословные И не боятся Вообще Ничего Даже Вот я бы сказал Не Клинтейст А Сильвестр Сталлоне В фильме Кобра Который Вот Ну Ты болезнь Я лекарство Говорит Преступнику И тут же Стреляет В него Наповал Сильвестр Сталлоне В фильме Кобра Я впервые его смотрел Во времена Подпольного видео На кассетах А не так давно Я его пересмотрел Вы знаете Сейчас выглядит Или как Пародия Или как Индийский фильм Вот сейчас Смотреть Это без смеха Невозможно Это настолько Вот настолько Карикатурный Образ мачо Говорящий Этими Пластмассовыми Фразами Картино-позирующие И так далее Пересмотрите Это очень смешно Так вот Почему на самом деле Эти люди Из боевиков Настолько Нереалистичные Они совершенно Нежизненные Персонажи Чем отличается Хорошие кино С хорошим образом Даже очень Крутого героя У него всегда Есть Второе дно Другая сторона У него есть Другое качество Которое делает Человеком Тот же самый Брюс Уиллис В первом Крепком орешке Где он Бежит По битому стеклу И потом Вытаскивает Это стекло Из ног Например Мне кажется Когда мы имеем Дело С киношными Мачо Это такие люди Которых В крови Течет Один сплошной Тестостерон То есть Мы все Даже самые Крутые люди Мы У нас есть Папа и мама И часть Женского Воспитания И часть Втольной пропорции Часть Женской мягкости И так далее Эмоциональность У нас тоже есть Поэтому Вот эти Целлулоиды Киногерои А не какой-нибудь Кен Напарник Барби Они совершенно Нежизненные Потому что Мне в жизни И по работе И просто Жизнь доводилась Сталкиваться с людьми Очень серьезных Профессий Связанных С риском Для жизни И так далее Людьми Которые очень Многого добились Поднявшись С самых низов Наверх Только за счет Качественного характера У них у всех Есть уязвимость И это делает И это делает Очень Человечными И понятными У них у всех Есть точки Где они Чувствуют Слабость Где могут Даже дойти До слез У них есть Свои страхи Вот Настоящий Уверенный В себе Человек Это не Картинка Я Я Пару раз Чаще Сталкивался Когда Человек В семье Пользуется Репутацией Тирана Зачастую Один из таких Аргументов Которые Приводят Его близкие Не то Что он Разгнев Забьет А он Обидится То есть Тиран Тоже может Надуться Может даже И заплакать И так далее То есть Это как раз Делает людей Очень человечными Вернемся К неуверенности Так вот Еще раз Повторим Что уверенность Это Не искусственное Качество Это не абсолютно Уверенно Во всем Человек Потому что Тогда ответ Или о его Примитивности Невероятной Как говорил Генрих Гейне Порой От страха Сердце Леденело Ничто не страшно Только дураку Это мне кажется Очень отражает Суть проблемы Неуверенность В себе Я это часто Слышу От своих Пациентов Которые Хотят Объяснить Какие-то Для меня Или для себя Какие-то Свои Слабости Неудачи Но не хотят В это Особо углубляться И они Сразу говорят Ну это От неуверенности В себе И это Такое Хорошее Объяснение Или это Слышно От людей Которые говорят О ком-то Но он Он очень Неуверен В себе И для меня Всегда важна Интонация С какой-то Фразой Произносится Когда он Очень неуверен В себе Завучит С сочувствием Мне это Очень близко Потому что Чужая Уверен Уверен В себе Который И так И так далее В манер В отнош В отношении Несматривая Несматривая Само Меня 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 Что как раз По большому Сфере Через 2-3 Я вроде Знаю Правильный Ответ Но боюсь Сказать О темной Триаде О технике Безопасности При работе На паразитов Про этапы Поглощения Жертвы Нет Мы вряд ли Будем Говорить Про этапы Поглощения Жертвы Поскольку У нас Немножко Другая Тема У нас Другая Тема Но Если вы Кстати Поищите Посмотрите Архив Наших Передач У нас Точно Одна Из Передач Была Темной Триаде Личности И там Было Достаточно Подробно Все это Перечислено Насчет Жертвы Человек Таким То Образом Перекликается С неуверенностью В себе Человек Который Ощущает Себе Жертвой Который Позволяет Себе Быть Жертвой Ну Это Опять слово Жертва Он такой Очень Интересный Потому Что Есть Ну Расхожие Штампы Жертва Обстоятельств Или Жертва Ситуации Или Я принес Себя В жертву Чьим-то Интересом Много Расхожих Штампов То есть Насчет Жертв У меня Вся Возникает Вопрос Когда мы С этим Начинаем Разбираться С моими Пациентами Это Быть Жертвой Это Неизбежность Ну Наверное Если тебя сбил На улице Машина То ты Жертв А Быть Жертвой В отношениях Это Неизбежность Или Это Твой В какой-то Степени Бессознательный Выбор Вот Если Мы На секунду Отклонимся От темы Есть Нынче Замечательный Термин Очень Популярный Виктим Блейминг То есть Это Плохое Качество Когда Мы Обвиняем Жертву Тому Сама Виновата Вот Самый Расхожий Пример Касается За кадром За меня Полетят Камни Женщины Подверглись Насилию И Говорят Женщина Ни в чем Не может быть Виновата Виноват Насильник Я абсолютно Уверен Что Изнасилованные Женщины На которые Изнасильник Виноват Должен Понести Наказание Но Я не могу Не задать Вопросов Помимо Виктимблейминг Слово Выражение Виктимное Поведение Психологии Поведение Кто делает Человека Жертвой Поэтому Когда Не важно Женщина Или мужчина Регулярно Оказывается В ситуации Чреватой Насилием Несчастьем Катастрофой И так далее Векает вопрос К нему Почему Так произошло Ну не знаю Почему Женщина Садится В машину Ночью К малоизвестному Единственному Ей человеку И с ним Уезжает Непонятно Куда Это Если он Воспользует Свои силы Это не делает Его меньшим Мерзавцем Это вопросы К ней Почему Жена Это Легкомысленность Или это Вот опять Когда у нас Есть некая Неуверенность В себе Мы не чувствуем В праве Себя Защитить Мы возвращаемся К еще К одному Аспекту Неуверенности В себе Это когда Для нас В силу Того Что мы Себе Не доверяем Любое Иное Мнение Другого Человека Является Для нас Авторитетом Для нас Всегда Есть Кто-то Чье мнение Авторитетнее Чем Наше И оно Не потому Авторитетнее Зачастую Что Этот человек Наделен Знаниями Что его Статус Его образование Его профессия Делают Делают Для нас Авторитетным В какой-то Сфере А просто Потому Что он Очень Уверенно Говорит Потому Что он Очень Уверенно Отметает Наши Возражения Робки Или Мнение Говорит Нет Ты Не Прав Потому Что Вот Так И Если Этот Человек Может Навязать Нам Своё Мнение То Он Может Навязать Нам И Свои Желания И Заставить Кого-то Поступить Вопреки Своим Интересам Вопреки Своим Ценностям Чувствам И так далее Потому Что тоже Побочная История От Неуверенности В себе Когда Кто-то Для тебя Авторитет Во всем Ты Наделяешь Его Над собой Властью Ну Вот Опять Это Власть Если Мы В каких-то Конкретных Ситуациях И Вопросах Ну Допустим Есть масса Людей Которые Являются Авторитетами Или В моей Профессии Или В тех Вещах Которых Я имею Мало Представления Ну Например Сейчас Есть Вечно Живая Тема Вакцинации Поскольку Я Не Иммунолог Я В этом Не Очень Разбираюсь Но Для Меня Есть Врачи Практикующие Врачи Ученые Чье Мнение Для Меня Авторитетно И Их Аргументы Для Меня Убедительны И Я Им Доверяю Не Потому Что Я Слепо Им Верю Потому Что У меня Есть На Мой Взгляд Основание Им Доверять Вот Мне Кажется Есть Разница В Выборе Авторитетов Для Для Авторитет То Тот Чьи Знания И Качества Подтверждены Жизнь И Достижения Для Тебя Авторитет Тот Кто Громче И увереннее Говорит То есть Навязанная Чужая Воля Навязанные Чужие Ценности Зачастую Бывают Восприняты Просто потому Что мы Не доверяем Себе Да То есть Получается Что Для нас Вот Именно Уверенность Другого Человека Она Может быть Именно Решающей Мы Оцениваем Его Может быть Как-то Внешне А не Смысл Его Высказываний Мы Оценим Не Информацию А Способ Ее Подачи Уверенность Категоричность Очень Часто Такие Люди Не терпят Иного Мнения И Начинают Отмахиваться Что за Чушь Вы Говорите Или Что В этом Духе Человек Который Дискутирует Таким Образом На самом Деле Это Очень Подчеркивает Его Тщательно Скрываем Собственную Неуверенность Потому Что Человек Уверенный В себе Дискутирует Спокойно Аргументированно И Уважительно Вот Вы Сейчас Описали Просто Политические Дебаты Мне кажется Где Чаще Всего Вот Именно Уверенность Ну Вот Перед Лицом Оппонента А не Здравый Смысл Побеждает К сожалению При Воздействии На аудиторию Когда Дебатируют Политики Я имею Ввиду Ну Вообще В общем Всевозможные Политические Дебаты Которые Показывают Часто По телевидению Как ни Странно Когда Там Еще Идут Эти Оценки Аудитории Иногда Вот Поражаешься Ну То есть Какое-то Голосование Что люди Голосуют Именно За Более Уверенного В себе Политика Чем Чем Того Который Более Говорит Реалистичные Какие-то Вещи К сожалению Или к счастью Я давно Перестал смотреть Политические Дебаты С тех пор Как заметил Что все это Основано На перекрикивании Друг друга И На Продавливании Своего мнения А также Обычно Оскорблением Старанием Как-то Унизить И задеть Оппонента Мне это Стало Глубоко Неинтересно Кроме того Глубоко Уверен Что Все Участники Дебатов Очень Неискренни Поэтому Тратить Своё Время На них Я точно Перестал Как и На телевизор В целом Правда Вот Давайте Поговорим О том Какие Положительные Стороны Универенности В себе Они Совершенно Точно Есть Вот Что Такое Уверенность О таком Катеричном Это У нас Есть Вот Такие Жёсткие Границы Это Границы Нашего Мнения Я Абсолютно Уверен В своих Поступках Праве Так Поступать И Наверное Есть Профессии Есть Занятия Где Не до Рефлексии Не до Самокопания И так Далее И так Где Люди Требуют Чёткие Уверенные Действия По Какому Алгоритму Или Ещё Что Военное Например Дело Там Наверное Иногда Ну У военных Есть Приказы Им Проще Что Что Такое Неуверенность В себе Это Способность Сомневаться Не доведённая До абсурда Хорошее Качество Способность Давать Все вопросы А прав Ли я Способность Признавать То что Ты можешь Быть Не прав Это Очень важная Штука Способность Допускать Что То что Тебе Не нравится Может Быть На самом Деле Правильным Как бы Тебе Не было Неприятно Вот Это Качество Которое Мне удалось Постепенно В себе Выработать Когда Ты Где-то Слышишь Лекцию Или Высказан Человек Который Тебе Ну Пусть Чем-то Тебе Неприятен Своими Политическими Взглядами Или Ещё Чем-то Когда Человек Неприятен Велик Соблазн Зачеркнуть Всё Что Он Говорит Когда Я заметил Что Я Таким Образом Часто Хочу Нет Смысла Его Слушать Вообще И Постарался Изменить Эту Позицию Я Помню Во-первых Люди Которые Неприяты В каком-то Одном Аспекте Они Могут Быть Вполне Сильны И Убедительны В других Аспектах Кроме Того Иногда Ты Вслушиваясь В аргументы Человека Даже Задевающие Лично Тебя И Ты Начинаешь Задумываться Я например Заметил Что мне Гораздо Интереснее Слушать И смотреть На тех Людей Которые Высказывают Не совпадающие Со мной Точку Зрения Потому что Человек Который Говорит То что Думаю Я Здесь Нет смысла Повторять Те же Самые Аргументы А вот Когда ты Слышишь Кого-то Кто Говорит Что-то Абсолютно Противоречащее Тебе Ты Вступаешь С ним В какую-то Игру То есть Ты пытаешься Отточить Ну Свои Какие-то Свои Аргументы Мысли На свою Аргументацию И Если ему Удается Тебя Переубедить То есть Это вызывает Ну Действительно Какое-то Здоровое Сомнение А прав ли Я Может быть Стоит Пересмотреть Свои Взгляды По этому Вопросу Это важно К счастью Не всяком Слушаем Людей Это Я с ним Согласен Или Я с ним Не согласен Вот У меня есть Такой критерий Подумывался Или увидеть Знакомые Мне вещи Совершенно Под другим Углом И это Очень влияет То есть Неуверенность В себе Некий Синоним Этого Это гибкость Это Хорошая Адаптационная Способность То есть Меняется Вокруг Обстановка И мы Начинаем Допускать Что Нам стоит Поменяться И нам Что-то О себе Другое Узнать Понять И так далее То есть Адаптация Это очень Мощная Штука Мы Сохраняя Вот эти Негибкие Жёсткие Страницы Границы Мы Не даём Себе Возможности Развиваться То есть Если мы Посмотрим На историю Человечества Обычно Выживали Те страны Которые Обладали Только Расти За счёт Натиска И завоевания Рано или поздно Погибали Наиболее Долговечными Оказались Культуры С адаптационными Способностями Культуры Культуры Которые Способны Впитывать Что-то Новое Которые Способны Не быть Уверены В своём Превосходстве Ну Как показывает История Любая Цивилизация Которая Была Уверена В своём Категорическом Превосходстве И Полностью Обесценил Чужое Мнение Или Другие Культуры Считая их Варварскими Рано или поздно Обнаружившись Отстало Безнадёжно Отстало От всего мира Стало Уязвимой И слабой С людьми То же самое Поэтому Когда мы Способны Подвергать Себя Какие-то Свои Казавшись Нам Незыблемыми Ценностями Ценности Это наша Возможность Становиться Умнее Становиться Более Доступными Иным Взглядом Иным Культурам И это Нас Очень Обогащает Кроме того Неуверенность В себе Это В принципе Везде Начиная От профессиональных Кончая Просто Личными Отношениями Это Способность Понимать Допускать Что ты Неправ Это Способность Слышать Чужое Мнение Это Способность Признать Свою Вину Слишком Неуверенные Люди Они Ее Признают Везде Где только Можно А там Где ее Нет И Бесконечно Винят Себя Или Другая Сторона Как Мы Уже Говорили Толи Категорически Отрицают Что Могут Неправы Хоть В чем То И Поэтому Они Компенсируют Неуверенность Гиперуверенностью Что В общем То В итоге Одно И то Ж Вот Наша Неуверенность В себе Способность Быть Мягче Не Навязывать Никому Начиная От своих Близких И продолжая Просто Людьми В своем Окружении Не Навязывать Своего Мнения Свои Ценности Это Способность Легко Сказать Себе А вдруг Я Неправ И ты Можешь Научиться Чему-то Даже У своего Ребенка Я Кстати Вот По своим Детям Знаю Что Я Многому Научился Потому Что То Что Я Старше Еще Не Значит Я Во Всем Умнее И Их Позиции Их Какие Это Моральные Ценности То Что Они Мне Рассказывали На Меня Влияет Я Очень Много Монучился С моих Пациентов Что Человек Приходит Ко Мне Со Своими Проблемами При Всем При этом В человеке Масса Ценного И Интересного И Иногда Даже То Что Ты Видишь И Слышишь В нем Может Заставить Меня Пересмотреть Какие То Убеждения Которые Были В моей Жизни Раньше Я Бо Не Сказал Кстати Говоря О себе Что Я Очень Уверен В себе Человек Ну Чтобы Быть Уверенным В себе Надо Знать Что Ты Или Лишен Недостатков И Настолько Хорошо Знаком С Недостатками Что Способен Предотвратить Любые Негативные Последствия Вот Поэтому Немножко Резюмируя Наш Сегодняшний Разговор Я Думаю Что Каждый Из Нас Может Сделать То Что Всегда Любой Психотерапевт Советует Своим Пациентам Да и Своим Коллегам И вообще Людям Вокруг Может Прислушиваться К себе И Говорить О себе Ну Я Просто Неуверенный В себе Это Такой Штамп Который На себя Ставим Такой Ярлык Который На себя Наклеиваем И Как будто Дает Нам Такое Оправдание Для Бездействия Ну Я Неуверенный В себе Чего От Меня Хотите Вот Такой Неуверенный В себе Человек Я Думаю Что Чему Учат Нас Психотерапия Очень Вслушиваться В слова И То Что За Ними Стоит Если Я Говорю Себе Что Я Неуверенный В себе Человек Во-первых Стоит Задуматься А зачем Я себе Это Говорю И уж Тем более Зачем Я это Говорю Кому-то Другому Зачем Я Говорю Кому-то О Своей Уязвимости Во-вторых Как мы Семья Уже Говорили Если Я Говорю Себе Что Я Неуверенный В себе Человек Тогда Давай Тогда Я Хотел Попробовать Сформулировать Для себя А что Такое Уверенный В себе Человек Вот Что Такое Образ Уверенного В себе Человека Каким Я Хотел Бы Стать Когда Человек Начинает Для себя Этот образ Моделировать Это часто Ясно Что ему Не хватает По его Мнению И Насколько На самом Деле Ему Это Нужно А я Хотел Бы Стать Тем Которого Все Уважают Которого Для всех Авторитетен Где Ловят Каждое Мое Слово И Соглас Моим Поступками Человек Крестует Такой Некий Нежизненный Образ Какую Идеальную Странную Картинку Или Я уверен В себе Человек Говорит Что я Перестаю Бояться Я Не боюсь Отстаивать Своё Мнение Я Не боюсь Выскаться Там Где Раньше Рабел Я Не боюсь Вступить В конфликт Не знаю Словесный Или Физический Там Где-то Необходимо Для Отстаивания Себя Я Уверен В себе Это значит Что я Не позволяю Никому Себя Унижать И оскорблять Я не позволяю Никому Навязывать Мне свое Мнение Именно Слово Навязывать Я готов Выслушать Чужое Мнение И даже Его Как-то В себе Через Себя Пропустить Но Навязывать Мне Путем Категоричности Повышенного Тона И так Далее Я не Позволю Кстати Вот это Когда Мы Не позволяем Себе Навязывать Чужое Мнение Это Нас Избавляет От того Чтобы Стать Жертвами Манипуляций Мы Перестаем Слепо Дверять Рекламе Мы Перестаем Покупать Навязывая Нам Ненужные Товары Мы Перестаем Дверять Политической Рекламе Мы Сдаемся Вопросами Кто Эти Люди Которые Нам Что-то Обещают Пропагандируют Насколько Им Можно Дверять Что Стоит За Их Обещаниями Что Вообще Представляет Их Программу То Есть Уверенность В себе Это Когда Ты Прислушиваешься Даже Казалось Очень Авторитетным Людям Но Ты Подвергаешь Сомнению Не Только Себя Но И И И И И И И Как В свое Время Когда Я Еще Работал В психиатрической Больнице Профессор Цауне Уважаемый Мною Человек Который Говорил Перед Консультантом Снимаем Шляпу Но Не Голову Эта Фраза Мне На Всю Жизнь Запомнилась Даже Перед Очень Авторитетным Для Нас Человек Мы Не Снимаем Голову Мы Прям Все Безоговорочно Вот Поэтому Мне Кажется Когда Мы Говорим Себе Я Не Уверенный В себе Человек Стоит Задуматься А так Либо Что Плохо Везде Либо Это Плохо И Тот Образ Который Для Меня Казалось Бы Привлекателен Так Либо Он Хорош То Есть В общем Вдумываться Себя Вслушаться В себя Стараться Понять Что Стоит За Твоими Эмоциями В том Чувство Неуверенности Чего Ты На Самом Деле Хочешь Очень Полезная Привычка Всем Настоятельно Рекомендую Не Будучи Авторитетом В последней Инстанции Рейн Резник Мартов Врач Психиатр Психотерапевт И программа Диагноз Недели Как обычно До следующего Понедельника Хорошей недели Всего доброго Всего доброго Слушайте Редактор субтитров